всех приветствую на канале друзья и так в этом видео я собрал игровой компьютер в корпусе со встроенным монитором nokia и ладно если более понятно объяснить то перед вами друзья спереди обычный full hd монитор на 23 дюйма а на тыльной части самый тоже стандартный компьютерный корпус формате мини айтикс то есть этого монстра я купил за 15 тысяч рублей что примерно 6000 гривен и в нем можно собрать нормальную полноценную машину и даже поставить длинную трехслотовую видеокарту елки-палки дело том что брендовые моноблоки не как правило имеет нормальное железо но у них вот нет адекватной внутри видеокарты все они имеют встроенные видеочипы и поэтому я и решил сделать свой собственный моноблок шелестоблок и это по сути будет настоящий игровой пк с возможностью прокачки в будущем что же давайте начнем пожалуй с распаковки моноблока тут особо ничего интересного в комплекте идет небольшая инструкция метрическая ножка и сам корпус он же монитор с корпусом скажем так и кстати ножка тут реально цельнометаллическая очень прочное на удивление а вот уже корпус он как бы пластиковый на тыльной части и спереди экран имеет глянцевое покрытие но самая пушка в нем я думаю вы все уже заметили это конечно же рамки на самом экране если точно определить размер этих рамок то возьмите скажем просто сложите свои два пальца вместе и вы получите точный размер такой рамки это просто потрясающе и я не знаю возможно китайцы вдохновились дизайном аймака тут даже ножка имеет некую схожесть но блин конечно тут очень странный вид просто дичь одним словом я все же лично признаюсь мне все равно на этот ящик мне куда вот интереснее посмотреть что же находится внутри самого моноблока в общем я открутил шесть крепежных винтов на отдельной части панели и так друзья перед нами открывается довольно живописная картина сразу видим вот некий стремный предустановленный блок питания причем это обычный формат блока далее видим интересную маленькую печатную плату которую я так понял служит такой себе передней панели как в обычном корпусе и все больше тут как бы ничего интересного я думаю зрители уже сразу поняли что сюда можно поставить только материнскую плату в формате мини айкс это тот самый случай в котором подбирать корпус мы будем не под железо а сама железо будем подбирать под корпус и да я купил новую материнскую плату в этот корпус формате мини айкс это самая обычная материнка на чипсете а320 стоит внимание почти 7000 рублей тут даже вот знаете нечему удивляться уважаемые я твою вам страшный секрет но платы в мини формате стоит местами даже больше чем крутые полноразмерные айкс так что 6 800 или сколько там я заплатил за этот обрубок это еще я вам скажу дешево потому что есть такие же мини форматы и стоят они от 20000 но кей едем далее теперь под этот корпус и материнскую плату нужен конечно же радиатор хотя стоп я забыл сказать какой процессор я поставил в эту материнскую плату короче у меня проблемы сейчас с процессорами я куда можно тулю только в свой райзен 5 2 600 и вот моноблоки тоже будет стоять тот самый райзен 5 2 600 ну а чё просто как бы нормально 6 ядер 12 потоков такой себе скажем бюджетный вариант и вот под него и нужен тот самый радиатор явно вот как бы ну небольшой и вот тут вариантов особо знаете ли не очень большой выбор я взял какой-то там не знаю первый попавшийся низкопрофильный китайский кусок металла за 700 рублей уверен его будет более чем достаточно ведь пятый райзен будет у меня без разгона так что как бы я уверен сойдет окей далее после установки материнской платы давайте вернемся к блоку питания тому что идет в комплекте и если честно то он своим видом начал вызывать у меня некий дискомфорт не знаю во первых он очень древние судя по маркировке эта модель вышла еще 2016 второе он в моих руках абсолютно не чувствуется а значит он внутри пустой и в ума не приложу что это за бренд такой под названием кроун кстати кроун переводится знаете как верно корона совпадение не знаю странный я даже рискнул как бы раскрутил его что посмотреть что-то внутри и знаете что-то мне кажется сразу захотелось мне поменять его но хотя бы на чифтек или там какой-нибудь нормальный кьюгор на 500 ватт просто я поставлю в этот шелестоблок далеко не самое бюджетное железо тут будет стоять видеокарта 1660 за 30 тысяч и честно вот как-то ну не хочется чтобы все это потухло и за какой-то там блин короны ну ладно что же таким образом внутри этого монстра будет целом нормальная не самое унылое железо я бы даже сказал далеко не очень дешевое теперь вот наконец-то подключив все провода можно оценить в работе этот фриканутый моноблок и так если судить о качестве самой сборки то есть этого корпуса то она не вызывает особо как бы отторжение в то же время она явно не тянет на премиальный продукт то есть косяков особо как бы не туда но эти толстенные рамки на экране и засветы по краям дисплея все это напоминает мне старые времена тн мониторов короче дизайн у этого моноблока прям ну очень на любителя что насчет экрана то на удивление даже нормально передает цвета да повторюсь есть засветы по краям но это даже при таком раскладе данная full hdn матрица в целом сойдет для особо нетребовательных не знаю там докеров или те кто не видел жизни ни разу айпи из мониторов я кстати знает их людей они реально существуют в общем хоть и страшный этот ящик на вид но рисует он нужно признаться нормально а вот производительность самой сборки внутри тут уже явно я скажу вам поинтереснее я не стану особо обсуждать там фреймрейт и тянет или не тянет видеокарта напомню у меня была иная задача для этого видео просто собрать хоть что-то в этом чудовище и все же киберпанк на высоких full hd выдает такие стабильные 45 50 fps и значит есть пробитие этот моноблок можно назвать даже игровым да местами бывали конечно поднятия до 60 fps за чертой night city встречались конечно и просадки до 40 fps а с одной стороны даже 4550 это все равно приемлемый результат в киберпанке на высоких далее я закинул третью часть ведьмака на запредельных full hd и можно констатировать здесь стабильный 6070 и это еще раз напомню на запредельных включенным hbao плюс и всеми эффектами кроме волос то есть буквально все современные игры почти все не идут комфортно от 40 до 120 fps на этом шелеста блоки с монитором и все это потому что тут стоит обычная full hd матрица для видеокарты уровня 1660 и райзен 2 600 full hd это очень комфортные условия как и условия температуры внутри моноблока в среднем видях а я замечал поднималась до 65 опрос держался пределах 60-70 градусов то есть продуваемость корпусе она есть тут полно отверстий они прям повсюду пронизывает этот дешевый пластик но саму печку здесь сделать не получится уж точно поверьте здесь в этом плане все в порядке в общем друзья что я хотел вам еще сказать в конце такую дуру собирать его точно не стану советовать проще конечно не париться и собрать обычный компьютером скажем там нормальный компьютер но если вы являетесь скажем так техно фриком которому нравится всякие там извращение или вы просто техна блогер то наверное вам понравится эта тема однозначно я лично просто ради интереса стал снимать это видео чисто что получить ачивку и за дичь контента однако если судить исключительно о производительности такой машины то тут все нормально в этом плане сборочка тянет игры замечательно райзен 5 2 600 и 1660 все еще в теме они способны запускать современные игры от 45 до 120 значит это самое важное что необходимо сегодня людям в общем то на этом я и буду уже заканчивать кому интересны железки данной сборки смотрите все в описании под этим видео также напомню что на канале идет корку напомню что на канале идет конкурс на два смартфона poco м3 это же смотрите все условия в описании на этом я с вами уже буду прощаться на пару дней далее будет еще интереснее поэтому подписывайтесь будьте друзья очень аккуратны на улице все-таки живем в непростое время и еще раз конечно же не болейте увидимся скоро всем здоровья удачи